Деловое офисное шоу Дмитрий Михаленко, юрист, окончил Новосибирскую академию экономики и права. Вы эмоциональный человек? Думаю, да. Деньги любите? Очень, кто же их не любит? Безработица вас пугает? Конечно, пугает. Нужно содержать и себя, и семью. Наталья Стрекалова, за плечами Московский институт химической промышленности, а также Восточный институт экономики гуманитарных наук управления права. В послужном списке специальности от инженера и конструктора до инспектора и бухгалтера. Наталья, у вас есть дети? Да, двое. Что для вас главный стимул в работе? Увидеть результат своей работы. Какой ваш любимый цвет? Голубой. Спасибо. Александр Карпов, образование неоконченное высшее, Академия народного хозяйства имени Плеханова. Почему не удалось получить диплом? Ну, так сложились все обстоятельства, там, армия. Пришлось пойти в армию. Вот так. Если бы сегодня была возможность получить какое-то дополнительное образование, какое бы захотели получить? Наверное, юридическое. Угу. Что больше любите? Охоту или рыбалку? Вообще-то рыбалку. Ну, невзирая на то, что Александр любит рыбалку, все-таки вы все сегодня принимаете участие в охоте на работу. Я желаю вам удачи и представляю работодателя. Итак, знакомьтесь, первый заместитель генерального директора Елена Дмитриевна Ивашкевич. Она расскажет о компании и о должности, на которую вы все претендуете. Добрый день, уважаемые соискатели. Вы пришли в открытое акционерное общество страховой компании «Мегаполис». Страховая компания «Мегаполис» работает 7 лет на рынке страхования. Мы за эти 7 лет достигли определенных результатов, мы растем. Компания универсальная, ориентирована на развитие региональной сети, дополнительных офисов продаж, точек продаж. В компании получены лицензии на 76 видов страхования, разработано более 150 программ и продуктов страховых. Также имеется лицензия ОСАГО, обязательное страхование автогражданской ответственности. Сейчас мы ведем речь о вакансии директор ДОП-офиса, директор территориального агентства. Елена, это только Москва или Московская область? Нет, это Москва и Московская область. Вы готовы работать за пределами Москвы? Да. То есть это условие вас устраивает? Первый этап собеседования проводит директор по персоналу Татьяна Курдо. Вам слово. Здравствуйте, уважаемые соискатели. Хочу сразу сказать о том, что сегодня у нас условия, скажем так, проведения собеседования нестандартные. Два кандидата из вас – это люди, которые прислали нам свои резюме, и мы их рассматриваем на данную конкретную позицию. Один кандидат – это наш сотрудник компании, занимающий позицию специалиста и желающий вырасти до директора агентства. И, соответственно, мы предоставляем такую возможность сотруднику принять участие в данном конкретном отборе на общих основаниях. То есть если бы сотрудник точно подходил, вы бы другие резюме не рассматривали, но пока вы не уверены? Будет собеседование на общих основаниях? Да, мы хотим посмотреть, что мы можем увидеть в других кандидатах, соответственно, и уже после этого принять решение. Приступайте к вопросам. У меня вопрос ко всем кандидатам. Мне хотелось бы узнать, какие цели вы перед собой ставите в принципе в жизни и в профессиональной области, краткосрочные и долгосрочные? Дмитрий, начнем с вас. Хорошо. Краткосрочные цели, как я вижу, наверное, будет открытие офиса территориального агентства и привлечение сотрудников в это территориальное агентство, как штатных, так и не штатных, развитие в регионе услуг страхования. А по жизни какая у вас цель? Что только возглавлять офис страховой компании, не поверю ни за что? Нет, конечно же, нет. По жизни у меня цель развития меня лично. Я хочу также еще продолжить обучение. У меня есть одно образование юридическое, но я хотел бы еще получить экономическое образование. Ну, краткосрочные планы – это, конечно, попытаться и достичь должности, которая предлагается здесь, потому что опыт работы в этой компании есть и очень приятно здесь работать. И есть возможности роста карьерного, есть возможности роста и продвижения компании, потому что уже, как сказать, за компанию не то что не стыдно. Мы с удовольствием работаем в этой компании. Долгосрочные, очень большие, потому что дети выросли, можно карьерный рост, учиться, есть чему и многому в этой жизни. Поэтому планов очень громадилы, так скажем, планов нам. Спасибо. Александр, вы даже не на меня смотрите, вы на работодателей смотрите. Я бы вас всех взяла на работу, честно вам скажу. Были бы вакансии. Понятно, да. Но тут уже передо мной практически все сказали. Самое главное, я считаю, краткосрочно. Это вот пройти вот сейчас вот это краткосрочное представление. И вот это будем, на этом и закончим. А долгосрочно работать, развиваться, стремиться к карьерному росту и привлечь как можно больше финансов в компанию. Ну и хороших и добрых людей, то бишь клиентов. Все клиенты добрые? Нет, не все. Ну, хотя наша задача их сделать добрее. Потому что, когда с клиентом разговариваешь, и он чувствует, что ты с ним, ну, как-то немножко хомишь, он сразу от тебя отворачивается, и ты его никогда не заставишь, я имею в виду, застраховать что-то, он тебе уже как стена. То есть человек должен быть в нашем бизнесе очень хорошим психологом. Так, Дмитрий, а вы чувствуете клиента или просто человека? Не всегда получается. Думаю, что это может быть с возрастом, как у Александра. А, то есть у Александра есть преимущества возрастные, что не всегда бывает, кстати, плюсом. Я не говорю, что я вообще не чувствую, но иногда бывает, обманываясь, может быть, в ожиданиях от какого-то человека. Я тоже обманываюсь. Мы с вами тут очень похожи. Наталья, вы как ответите на этот вопрос? Интуиция, психология? Ну, у меня, наверное, больше женской интуиции, и это, так сказать, плюс большой, потому что клиенты приходят к нам и расстроены, и после аварии, и после дом сгорел. Поэтому психологам надо быть однозначно, успокоить, так сказать, обнадежить, помочь, и дать человеку надежду, что все будет хорошо. Прекрасные ответы. Один лучше другого. Продолжаем собеседование. У меня вопрос к Дмитрию и к Александру. Какие критерии при выборе компании для вас важны? Работодатель должен быть объективным и справедливым. Мне приличное, чтобы была стабильная компания. Ну, может быть, я не буду называть наших монстров в страховом бизнесе. Ну, почему-то туда к ним идти не хочется работать. А именно, что такое среднее, выше среднего. А чем пугает монстр, да, поясните? Человечные, человечные работы. То есть, чем меньше коллектив, тем больше человечности, более добрых отношений, да? Чем он маленький. Но когда, да, есть доступ общения, то есть, как говорится, доступ к телу, то тогда и работать легче. Если в крупной компании, вот я на своем опыте это убедился, есть у меня какие-то идеи, какие-то предложения для работы. Мне отказывали в этих идеях, потому что они уже реализовал кто-то до меня. И я хочу, наверное, реализовать, попробовать свои силы, свои идеи здесь. Так как позиция все-таки руководящая, и понятно, что руководитель должен обладать определенными личностными качествами. Я сейчас не говорю о профессионализме. Мне бы хотелось узнать ваше мнение, какими качествами должен обладать руководитель, в принципе, и директор агентства в частности. В первую очередь он должен быть исполнительным, он должен быть порядочным, он должен быть объективным руководителем, не, так сказать, полагаться на свои личные качества, а полагаться, так сказать, на объективные более требования к сотрудникам. Он должен не останавливаться в развитии, он должен все время искать новые какие-то идеи, быть таким гибким, целеустремленным. Это как личностные качества. Я считаю, что руководитель должен быть справедливым, как я уже, в общем-то, говорил, что руководитель должен быть лояльным к своим сотрудникам и клиентам в нашей сфере. Должна быть у руководителя харизма, чтобы сотрудники тянулись к нему. Вот я ждала, я удивлена, что пока никто не сказал, вы сказали, что руководитель прежде всего лидер. Если это яркая персона, то и отделение, наверное, будет ярким. Хотя я рассуждаю сейчас как клиент, не как руководитель. Александр, а ваша точка зрения? Вы можете со мной поспорить? Нет, лидером надо обязательно быть. Если ты не будешь лидером, то ты не можешь быть руководителем. Потому что даже твои причиненные не будут тебя, можно сказать, уважать. Так, значит, мы лидерство ставим на первую позицию. На первую. Потом, значит, надо тоже ставить какие-то задачи перед собой и стремиться к ним, и добиваться их, и, конечно, идти вперед. Ну, как это одним словом мы с вами охарактеризуем? Целеустремленность. Целеустремленность, да. Лидерские качества, целеустремленность и третий стулат. Ну, и третий – это гибкость. Ну, смотри, и все-таки гибкость. Гибкость по отношению к руководству компании или по отношению к чему? Поясните. Ко всем. И по жизни надо быть гибким человеком. Я понимаю, что ситуация нестандартная. Мы беседуем в головном офисе, в холле, и, наверное, на предварительной встрече герои себя вели немного иначе. Но, тем не менее, вы рассматриваете претендента на руководящую должность. Человек должен справляться со своими эмоциями и уметь работать в разных ситуациях. Может быть, я не права. Поправьте меня и скажите, какие выводы вы сделали из первого этапа. Ну, здесь действительно ситуация нестандартная. И соискатели шире раскрылись на предварительных собеседованиях. Каждый из них представил бизнес-план абсолютно четкий, пошаговый, стратегический на ближайшие полгода и развитие. Какие инструменты должны быть у них для того, чтобы продвижение услуг компании было наиболее эффективным. Здесь они, в общем-то, переволновались и как-то стушевались. То есть, безусловно, у Натальи, у нее более выигрышное положение, потому что она знает компанию, она понимает, чем живет компания, как компания работает. И, в общем-то, она свою уверенность сегодня продемонстрировала. Все, что касается Дмитрия, молодой специалист, который, в общем-то, знает страхование, потому что свой карьерный рост он начинал с агента. Но сегодня действительно Дмитрий не очень раскрылся. Я это все списываю на волнение, на молодость и, может быть, недостаточности опыта в публичности, в публичном проведении переговоров. Александр достаточно уверенный кандидат, четкий, понятный, стратегический достаточно. Он уверен в себе, у него действительно есть куда развиваться. Он сложившийся взрослый человек, с понятными принципами. В итоге совещания оглашает директор по персоналу страховой компании «Мегаполис» Татьяна Курдом. Во второй тур должны пройти два кандидата. Мы остановились на Александре и Наталье. Дмитрию мы хотели бы пожелать большей уверенности, наверное, в себе. Попытаться развить в себе еще лидерские качества. И я думаю, что в дальнейшем обязательно у Дмитрия получится возглавить какое-либо структурное подразделение. Вероятно, даже в нашей компании. Потому что я думаю, что мы с Дмитрием пообщаемся еще и в дальнейшем. И, может быть, предложим пока какую-либо позицию, не руководящую, чтобы была возможность набраться опыта, набраться каких-то профессиональных моментов, в том числе и личностные качества свои немножечко подрасти. Давайте узнаем у Дмитрия. А вы готовы, если прозвучит предложение, не на руководящую позицию? Думаю, да. Готовы рассмотреть такое, да? На данном этапе вы нас покидаете. Я вас благодарю за участие в этом проекте. Я понимаю, что наличие телевизионной съемки вас смутило. В принципе, как и всех участников. Но вы все были в равных условиях. Если вы претендуете на руководящую позицию, да, вы должны уметь справляться с собственными эмоциями, с страхом перед чем-то неизведанным, потому что владеть собой – это залог успеха. Ваше резюме остается в базе, и, скорее всего, с вами будет встреча, и вы будете рассматриваться на немного иную позицию. Раз вы согласны, значит, вы еще увидитесь. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Удачи. Всего доброго. Спасибо.